Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа Слушайте доктора У микрофона Вера Власова В преддверии 1 июня Международного дня защиты ребенка Мы все больше и больше говорим О том, как детей защитить Как сохранить их здоровье Как сделать так, чтобы больше и больше Ожидалось здоровых деток Собственно, поэтому мы сегодня пригласили В студию специалистов группы Материнской поддержки Белая река Это Наталья Конева, консультант по грудному вскармливанию Член АКЕФ, ведущая курсов подготовки к родам Консультант родильного отделения Новоавиадского роддома Здравствуйте, Наталья И Ольга Мамаева, консультант по грудному вскармливанию Член АКЕФ, семейный психолог Ведущая курсов подготовки к родам Консультант Кировского областного перинатального центра Здравствуйте, Ольга Доброе утро Наталья подсказала, что не только День защиты детей Явился причиной, почему мы сегодня В студии нашей встретились Это еще то, что проблема гражданского вскармливания вышла за пределы медицинской проблематики и затрагивает уже общественность? Наталья, расскажите. По прошлогодней инициативе общественной палаты Российской Федерации наша региональная общественная палата провела собрание, на котором участвовали представители медицинских организаций, департамент здравоохранения. Присутствовали общественные организации, которые работают с женщинами после родов, с кормящими женщинами, с беременными женщинами. В том числе и наша организация присутствовала на этом круглом столе. И мы обсуждали, что общество может сделать, чтобы поддержать матерей, чтобы они кормили грудью, как им помочь решать их проблемы, как проводить профилактику отказа от грудного вскармливания. Это происходило буквально недавно, где-то месяц назад, скорее всего. Давайте уточним для слушателей, что такое АКЕФ, что за организация? АКЕФ – это международная организация, созданная была в России, инициатива была создания ее. В нее входят врачи, психологи, консультанты по грудному вскармливанию. Это организация, которая отвечает за высокий уровень образования консультантов по естественному вскармливанию. То есть члены проходят супервизию и экзамены сдают, чтобы вступить в эту организацию. И, соответственно, поддерживает профессиональную лигу. АКЕФ – профессиональная лига, да. АКЕФ – Соответственно, надо полагать, что раз такая организация была создана во всем мире, значит, проблемы грудного вскармливания существуют. Причем повсеместно, в том числе и в Киевской области. Расскажите, с какими трудностями, с какими возможностями вы сталкиваетесь здесь? АКЕФ – Эта проблема существует, потому что так устроено наше современное общество. Если раньше девочка, она с рождения наблюдала за тем, как ухаживают за младенцами вокруг нее, как их кормят, как носят на руках. АКЕФ – Да, это был естественный процесс. АКЕФ – Да, она запоминала на подкорке. Сейчас этого нет. Сейчас женщина оторвана от этого материнского опыта, накопленного поколениями. И единственное, что она видит, это глянцевые картинки со смесью, где разовощеки младенец полненький, да, с чистой кожей и красивая бутылочка со смесью. То есть важность грудного вскармливания, она просто на подсознании уже утрачена. И при любой проблеме очень легко пойти и купить смесь, потому что кажется, что это выход, что это решение. При том, что все исследования показывают, что это только крайняя мера, да, крайний выход. И на самом деле не такое уж и хорошее решение для ребенка в большинстве случаев. АКЕФ – Давайте обратимся все-таки к началу возникновения данной проблемы. Это именно готовность женщины стать матерью. Насколько я понимаю, в этом истоке иногда бывают. Да, Ольга, поясните, пожалуйста, как психолог, у готовности к материнству. Как это выглядит сейчас в сознании молодых женщин, девушек? Готовность к материнству, психологическая готовность к материнству, конечно, она очень связана с тем, что девочка видела в своей семье. То есть, что, какое поведение показывала ее мать. Кроме этого, готовность к материнству связана с тем, что пропагандирует, какие ценности пропагандирует общество. То есть, насколько это уважаемая роль, насколько она востребована, вообще роль матери. И молодые матери, с которыми я часто сталкиваюсь, это, конечно же, мамы, которые хотят очень много знать о том, что такое быть матерью, что составляет это, как ей себя вести для того, чтобы ее ребенок был здоров. То есть, они хотят это узнать уже после родов? Они хотят узнать это до родов на курсах подготовки, и это дает им такую картинку. То есть, у каждой мамы сейчас своя картинка мамы, такой мамы, которой им нужно стать. И эти картинки очень часто, ну, очень разные. То есть, начиная от того, что у моего ребенка должно быть самое лучшее, самая дорогая коляска, самая лучшая там одежда. И заканчивая тем, что процесс должен быть естественный, что нужно хорошо знать психологию ребенка для того, чтобы действительно соответствовать, ну, вот поведение мамы соответствовало потребностям ребенка. То есть, материнские навыки, которые будут действительно помогать ребенку развиваться, быть здоровым, расти. Вот. И исторически так сложилось сейчас в современном мире, что мамы, вот молодых мам показывают пример активной, социально активной женщины. То есть, они работают очень долго и рано выходят из декрета. И молодые мамы, на самом деле, не всегда настроены на другое поведение. Точно так же они ищут, больше они ищут способов, как сделать так, чтобы как можно раньше тоже выйти на работу. Какие условия им помогут это сделать. То есть, одна из проблем, которую мы сейчас с вами выделили, это активная такая жизнь, активная жизненная позиция женщин, родивших. В этом случае, какие есть варианты помощи? И обоснуйте, пожалуйста, все-таки, вот еще пока не прозвучало, все-таки для чего ребенку нужно грудное скармливание? Зачем? Для чего ребенку нужно грудное скармливание? Ну, вообще, на самом деле, конечно, есть такое даже выражение о том, что ребенку после рождения нужна только мама с грудью любой формы и размером. Все остальное нужно маме. Ну, для того, чтобы вообще как-то обустроить эту жизнь, для того, чтобы адаптироваться к новому статусу. И в этом заключено, вот в этом выражении заключено полностью все, что мы хотим об этом сказать. То есть грудь ему нужна для питания, для того, чтобы он мог выжить, просто питаться. Грудь ему нужна, потому что это знакомый запах и вкус, к которому он привык внутриутробно. В его жизни был только этот запах и вкус. Все 9 месяцев он не знает другой жизни. Для упрощения адаптации, наверное, да, конечно, на первом? Да, и для упрощения адаптации, и вообще для адаптации. То есть по-другому, на самом деле, конечно, и по-другому бывает. Но на это он затрачивает очень много энергии, очень много сил, которые мог бы тратить на то, чтобы расти и развиваться. И когда это есть в его жизни, то есть есть мама, которая кормит грудью, конечно, ему легче в этот мир прийти и легче адаптироваться. Кроме этого, потребность в сосании, это вообще, не знаю, возможность тоже осознавать себя вначале, это вообще возможность понимать, что я есть, я существую. Самый главный способ взаимодействия с миром. Да, потому что это, ну, другого способа ребенок не знает еще, когда он рождается. Конечно, это врожденные программы, которые они, вот ожидания, да, ребенка, они или соответствуют этим врожденным программам, или не соответствуют. Поэтому, конечно, грудное скармливание – это естественный процесс. Вот когда мы говорим естественно, это значит заложенные природы, предусмотренные нашим геномом, да, человеческим, мы млекопитающие. Ну, вот, да, если в конце, то, что мы млекопитающие и другого, ну, природа не предусмотрела. Наталья, добавите что-нибудь. Поясните, пожалуйста, если вдруг так случается, что, ну, другую сторону рассмотрим, что нет возможности у ребенка получать питание через грудь материнскую материнскую, что в этом случае происходит, если оказывается он на питании смесью? Ну, конечно, мы не можем отрицать цивилизацию, да, мы не можем говорить, не сказать о том, что во многих, в каких-то действительно острых случаях это действительно спасает жизнь ребенка. Это так, да, и это, ну, это, скажем так, лекарственное вещество, или как назвать еще смесь, да, которое помогает, да, в каких-то случаях выжить ребенку. Ну, наверное, в большинстве случаев, когда двойни, тройни, или когда мама в реанимации, например. Когда мама не может по какой-то причине кормить ребенка, когда ребенок по какой-то причине не может, ну, вот, находиться с мамой. Разные есть случаи, и, конечно, тогда это, ну, как лекарство, да, которое помогает выжить. Ну, это, но, опять же, повторюсь, это не то, что ждет ребенок, конечно. И в большинстве случаев именно оказанная вовремя поддержка может вообще сделать смесь необязательной, ненужной, потому что многие проблемы, они возникают именно в отсутствии поддержки. То есть часто бывает, что женщина не может кормить, женщина думает, что у нее мало молока, потому что у ребенка неэффективное сосание. Потому что ребенок сосет редко, много спит, он просто не набирает вес, потому что он редко прикладывается, да. Может быть, мама встревожена, напряжена, и из-за этого отток молока не очень хороший с груди. Чаще всего, мы с Ольгой, когда женщина работаем, то есть наша первая задача – это расслабить женщину, да, сделать ей удобную позу, чтобы она вот растеклась, руки свободные, а ребеночку удобно, маме мягко, не напряжена лежать, и ребенок лучше сосет, и у мамы молоко потекло. Дальше мы всегда обязательно смотрим захват. То есть не должно быть больно, грудь не должна быть травмирована, да, ребенок должен сосать так, чтобы маме было, даже если не сильно приятно, то хотя бы не дискомфортно. И это показывает, что все идет правильно, все идет так, как оно задумано было природой. Если что-то здесь не срабатывает и идет не так, то с этим нужно работать. Не всегда смесь – это первое, что мы делаем. Обычно мы стараемся сначала убрать все причины, все кирпичики выстроить, и только если уже вообще ничего не получилось, можно говорить про докорм. Да. И в большинстве случаев, когда вот мама обращается, и у них, ну, начиная с того, что вообще не получается там, да, кормить грудью, или есть трудности, иногда как будто бы непреодолимы. В большинстве случаев эти трудности разрешаются, потому что действительно мама очень внушаемая, очень чувствительная в этот период послеродовый. И какие-то слова, может быть, которые вызывают неуверенность в себе, усиливают ее, они приводят к тому, что они ничего не узнают даже про это. Это вот опять же о роли общества. Вот эта фраза «у тебя нет молока», или там «мы не молочная порода», «да, он у тебя просто голодный, поэтому кричит», это настолько подрывает уверенность в себе. А дело в том, что, ну, не всегда ребенок кричит, когда он голодный. Он, в принципе, живет в мире, в котором вообще все не так, как он, ну, как он привык за 9 месяцев. И он может кричать, потому что ему жарко, потому что он покакал, потому что он собирается покакать, но еще как-то вот не получается у него пока. То есть причин настолько много, что вот это вот кричит, потому что он голодный, и начинается вот эта беготня, да, что надо его накормить, 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 у груди кричит, давайте дадим смесь. Вот это чувствование ребенка, осознавание его потребностей, еще в беременность научиться понимать потребности ребенка, что их больше, да, и практически все их можно решить мамиными объятиями, мамиными руками, маминой грудью. Но, тем не менее, дети все плачут, и это часть его развития, отчасти его тоже коммуникации с миром. Да, и это действительно недостаток информации. Практически всегда это недостаток информации, недостаток поддержки. И когда там через неделю или через месяц малыш на консультации впервые берет грудь, что не получилось, например, в роддоме сразу, как это должно было быть, конечно, у мам такой, ну... Это праздник. Да, это очень волнительная история. Да, расскажите, пожалуйста, когда должна теоретически начаться подготовка будущей или настоящей, ну, будущей, наверное, матери к вскармливанию? То есть это до осознания того, что женщина беременна, как-то психологически себя подготовить, или во время, когда лучше начать? С детства. Да, конечно, это с детства. И здесь вот тоже, как одна из коллег говорила о том, что грудное вскармливание – это одно весло только. То есть это только одна часть материнства. И, конечно, чтобы быть уверенной в том, что я смогу кормить грудью, что моему ребенку это нужно, что нам обоим это хорошо, нужно очень много знать, в том числе о детской психологии, понимать, почему ребенок именно так себя ведет, что сделать, чтобы его успокоить, как его взять на ручки, как его правильно искупать. То есть это все очень связано. Невозможно из всего этого контекста вынести только одно кормление грудью. Это очень сложно. И именно поэтому сложно, потому что сейчас мама как раз выносит из контекста. То есть, там, я не знаю, отдельный ребенок лежит в кроватке, скажем, кушает по режиму, еще, еще, еще что-то. И вот при всем при этом очень сложно тогда быть естественной и кормить грудью, и понимать ребенка, и чувствовать ребенка. То есть это очень связано. Давайте перейдем уже к конкретным кейсам, случаям. По каким причинам женщины ощущают сложности, проблемы, трудности с вскармливанием? Какие-то случаи могут быть, и как они решаются вами? Это в роддоме еще начинается чаще всего. Недостаток помощи в том месте, где это начинается. Как это обычно происходит? То есть неправильно объяснили? Нет, здесь обычно происходит как. То есть ребенок, когда рождается, у него есть набор рефлексов, которые помогают ему правильно взять грудь. Но для того, чтобы вот эти рефлексы реализовались, чтобы это произошло, необходимо, чтобы сама обстановка этому способствовала. Но это не всегда так получается, потому что у нас есть кесарево сечение, у нас есть какие-то необходимые процедуры с ребенком или с мамой. И вот эти вот полчаса-час на то, чтобы ребенок сам дополз грудь, сам нашел, сам приноровился, они не всегда есть. Хотя, конечно, сейчас бесспорно во всех ратамах детей выкладывают на живот к маме сразу после рождения. И груди прикладывают даже сразу после кесарева. Единственное, что пока, наверное, не совсем возможно обеспечить полностью весь процесс. То есть когда ребенок сам начинает доползать до груди, как это описывает Всемирная организация здравоохранения. А где-то это делается таким образом? Что вы имеете в виду на самом деле? Да, это вообще делается и потихонечку мир разворачивается в эту сторону. То есть это рекомендация Всемирной организации здравоохранения, и они на весь мир расходятся. И дальше потихонечку начинается. Мама уставшая в палате, она одна, она встревожена, ребенок плачет. Тоже нет никого рядом такой фигуры, которая была материнской. Какого-то родного бы не сказала. Да, которая бы просто положила бы, налила бы ей горячего чая и сказала, ты должна успокоиться, расслабиться, вот твой ребенок, и все будет хорошо. Помогла бы приложить. Это тоже не всегда возможно организовать в условиях медучреждений. Дальше приход молока. Грудь переполненная, она болит, ее распирает. Здесь уже подключаются еще просто послеродовые отеки. Женщина напугана. И опять же она зажимается опять от стресса. И получается, что одно на другое накладывается. Опять тоже это проблема, с которой тоже нужна очень мягкая, аккуратная помощь с грудью. Такая сопереживательная, да, то есть нетравматичная. Мягкий массаж, который не болезненный, не травмирует, но позволяет отток произвести лимфы, чтобы молоко побежало, да, чтобы мама расслабилась. И грудь сама начала отдавать молоко. Опять же из-за того, что грудь переполнена, надутая, ореола тверда, ребенок не может правильно взять грудь, скатывается на сосок, травмирует. Это добавляет болезненности, это опять же ухудшает отток молока. И вот такие кирпичики одно за другим, это все накладывается на друг друга. И часто женщины выходят из роддома уже с уверенностью, что она кормить не будет или не сможет. Не может, скорее не может. Да, потому что ты после родов такая уязвимая, у тебя все нервные окончания голены, тебя все тревожит, а ты боишься с ребенка очень сильно. И все идет вообще не так, как по задуманной картинке. И как это было красиво преподнительно, может быть, в фильмах или где-то в литературе. Это сильно отталкивает женщин. Как вы с этим работаете? То есть я уже слышала, что у вас есть доступ к женщинам в палатах, где вы помогаете им и приложить ребенка, и как-то расслабиться, отдохнуть. Как этот процесс вхождения в доверие к женщине происходит? Как он открывается? Вообще мы начинаем работать с женской консультацией. То есть мы пытаемся объяснять женщинам, какие их могут ожидать проблемы и как их профилактировать. Насколько я понимаю, в женских консультациях есть какие-то курсы. Причем эти курсы, если я не ошибаюсь, платные. Нет, бесплатные. Бесплатные. То есть на эти курсы уже приходите вы. Или лекции. И там уже объясняете, что и как. Рассказываем. Все, что можно рассказать, мы рассказываем. Но это не 100% будущих мам очень ходят на эти курсы. Нет, конечно. У всех есть возможность даже по времени, то, что мы уже с вами отметили. Если те, кто не попадает на курсы, как им найти вас, обратиться? Да, если они рожают на авиатском роддоме. Там все проще, там есть вы. Да, там есть я, и там есть персонал, обученный определенным образом. И сам роддом, он нацелен получить статус больницы доброжелательной к ребенку. То есть там очень много внимания уделяет именно организации процесса, чтобы помочь женщине начать кормить кровь. Интересно, статус больницы доброжелательной к ребенку, это что такое? Это статус ВОЗ ЮНИСЕФ, это международная инициатива больницы, в которой поддерживают соврожденное ожидание новорожденного, чтобы вот этот его приход в мир не был таким стрессом, да, то есть минимизировать стресс прихода в мир. То есть на авиатский роддом это относится? Он нацелен на это, пока еще не получил статус, но работа в этом направлении движется. – Замечательно. Вернемся к сложностям, с которыми мамочки сталкиваются. Вот мы уже упомянули о том, что напряженный график, желание как можно быстрее, ну, ввиду разных факторов выйти на работу, является, мне кажется, очень решающей такой проблемой, решающей причиной, почему приходится женщине отказываться от грудного вскармливания. А в этом случае как действовать? И возможен ли какой-то выход здесь? – Ну, мы как консультанты, у нас есть кодекс свой, да, кодекс консультантов. И, конечно же, мы можем агитировать на лекциях, на публичных лекциях, агитировать за грудное вскармливание, рассказывать плюсы, рассказывать, почему это важно ребенку, почему это важно маме и так далее. Но когда это уже выбор мамы, мы не можем ее агитировать, мы не можем ее, ну, как бы, ввести ее к другой точке зрения. И мы больше рассказываем о том, какие варианты возможны. Ну, выбор всегда за мамой. И наша задача – это помочь ей в ее выборе максимально устроить все так, чтобы ей было хорошо, чтобы ребенку было хорошо. То есть, ну, предположим, мама хочет сохранить грудное вскармливание, но при этом идет на работу. Конечно, ну, вот по большому счету, наверное, это не то, что ждет ребенок. Он, маленький ребенок, не готов к разлукам мамы. Но вот такая ситуация. И тогда задача консультанта состоит в том, чтобы поддержать ее в этом и рассказать, научить, как сохранить грудное молоко, как докормить его так, чтобы он не отказался от груди, как другими способами дать ему компенсировать вот эту вот разлуку, этот стресс в разлуке, который он будет испытывать. То есть все равно, конечно же, мы идем от мам. От запроса мам в любом случае. То же самое касается, например, лечения мамы. Когда лечение тяжелое, маме нужно прекратить грудное вскармливание. Мы стараемся подобрать такой способ завершения грудного вскармливания, чтобы это не навредило ее здоровью еще больше. А может быть и вовсе, чтобы можно было начать снова кормить после лечения. То есть такое возможно. Конечно, да. И многие процедуры и лекарства, на самом деле, совместимы с грудным вскармливанием. И это тоже один из мифов, что если ты кормишь грудью, это очень ограниченная жизнь по питанию, по лечению, по качеству жизни. И в этом тоже очень большой недостаток информации среди. Вот о мифах, Ольга, вы заговорили. Давайте к этому перейдем, потому что, мне кажется, это важный такой фактор. А начали мы с мифов об ограничениях. Давайте начнем с ограничений в питании. Вот чеснок, что еще, кофе, что еще там может повредить, вроде как повредить, на самом деле нет, да, расскажите. Ну, да, есть такой список очень известный. Клубника еще помню прекрасно, что говорит. Есть известный список того, что маме можно на грудном вскармливание. Он, конечно, очень такой скудный. Это печенье Мария, зеленые яблоки, отварная курица, гречка. И когда мама читает этот список уже, да, она уже понимает, что жизнь ее как-то очень изменилась, становится тяжелой. Конечно, это не так. Если мы спросим, например, наших бабушек, соблюдали ли они диету, они, конечно, скажут, что нет. Хотя, конечно, продукты стали совершенно другими. И то молоко, которое было у наших бабушек, это не то молоко, которое сейчас в пакетах. Но, тем не менее, ограничения, конечно, не такие жесткие. И больше мы, ну, как бы рекомендуем, например, ограничиться в еде, которая содержит красители, консерванты, ароматизаторы. И если этого нет, если это хорошие продукты, то это, ну, практически все можно. Если клубника, да, вот то, что вы назвали кофе. Да, там говорят, что щечки будут розовенькие. Да, щечки будут розовенькие. И если есть красные продукты вообще, то есть помидоры, клубнику и прочее. Про красные продукты – это условно запрещенные продукты. То есть не у всех есть реакция. Это зависит от здоровья родителей, в первую очередь, от их склонности к аллергии. И красные продукты, которые внутри красные, не красные яблоки, а свекла, там, морковка, вот эта же клубника, можно проверить через пищевой дневник. То есть в течение трех-четырех дней сначала мама может попробовать четверть порции сутки, наблюдать за ребенком, потом половину порции, потом три четверти. И если нет никакой реакции, то мама может смело есть красные продукты, как бы это ни звучало сейчас. Да, вы упомянули о том, что если у родителей нет аллергии на какие-то продукты, то значит, теоретически ребенку это будет нужно. Да, то есть можно проверять, и вероятность того, что не будет реакции, очень большая. Грудное оскармливание – это уникальная возможность очень рано выявить особенности пищевых реакций у ребенка, индивидуальные. То есть только благодаря этому мы можем понять, что вот этот продукт лучше вообще даже в прикорме вести ближе к двум годам. На искусственном скарме ребенок не получает такого разнообразия, такого опыта. Мы не будем знать, пока не начнем вводить прикорм. А если у ребенка обнаруживается какая-то неприятная реакция на тот или иной продукт по дневнику питания, как вы сказали, возможно ли, что в последующем эту негативную реакцию как-то нейтрализовать? Как раз долгое кормление грудью рекомендуется. Если у ребенка на ранних этапах выявлена склонность к аллергии, сначала, может, это диатез, какие-то кожные реакции, то как раз рекомендация, как можно дольше кормить грудью. Без этого продукта. Да, с диетой. И тогда это будет профилактика. То есть исследование, подтверждающее, это медицинские исследования, подтверждающее, что это будет огромная профилактика в том, чтобы у ребенка не было аллергизации в будущем. Вот важный фактор мы затронули, опять обращаясь к теме сохранения и развития здоровых детишек. Это именно кормление грудью. И один из факторов – это нейтрализация каких-то аллергических реакций. Ну, склонность к аллергии, да, аллергических реакций. То есть мы можем предположить, что чем дольше ребенок питается материнским молоком, тем меньше у него будет аллергии. Или выраженность будет более мягкой. Да, потому что да, в том числе это, например, наследственный фактор. Еще давайте по мифам пройдемся. Если мы говорим об образе жизни мамочки, вот именно ее графика распорядка дня. Здесь какие существуют мифы, и давайте их разоблачать. Есть ли такие? По режиму дня даже не знаю. Ну, что ты все время будешь привязана к ребенку, наверное. Первый месяц, да. Ну, это так и есть, да. То есть вам, я не знаю, в средствах массовой информации не рассказывается, чаще звезды выкладывают, вот второй день после родов, она уже стоит там такая вся, как будто и не рожала, там ребенка держат. То есть немного искажается реальность. Хотя первый месяц ты действительно больше восстанавливаешься. Реальность после этих ожиданий. Она другая, да. С этих картинок. Больше, наверное, мифов, знаете, связанных с тем, что... Я вспомнила. Это миф «Перепутал день с ночью». Каждый раз, когда я встречаю маму, которая говорит, что ее ребенок новорожденный перепутал день с ночью, я ее спрашиваю, когда он был в животе, когда он пинался больше всего. И вот 95, наверное, процентов женщин говорят ночью. Ну, то есть это не то, что он перепутал. Он просто так привык, ему нужно время, чтобы перестроиться на новый график жизни. Наверное, те самые люди, которых последствия называются совы. Может быть, да. Но днем просто как раз мама укачивала. Укачивает же беременная. Ходит, двигается. Ходит, двигается. А ночью это более активный период обычно для ребенка. То есть в комфорте можно уже волю попинаться. Ну, самый такой, наверное, миф вредный с точки зрения грудного скормления, что я ем, что попало. Я как бы фастфуд обожаю. И вообще сейчас такая экология. Что там вообще в моем молоке может быть полезного, хорошего? А вот смесь – это да. Там столько микроэлементов. Над ней думали лучшие умы. Ну, и так далее, и так далее. Но, наверное, это лучший выбор для моего ребенка. Вот это, наверное, самый вредный миф. Который можно было придумать. То есть это, конечно, маркетинговые ходы, я думаю, и хорошая очень пропаганда. Ну, в таком смысле. Потому что даже визуально, если сопоставлять состав смеси, состав молока, то он беднее в десятки раз. Да, то есть в самой лучшей смеси там, ну, около 20 компонентов. Ну, может, 30. Это в премиум какой-нибудь. А в грудном молоке полторы-две тысячи компонентов. То есть это просто несопоставимо. И они искусственно синтезированы, эти компоненты. То есть это совершенно не соотносится с составом грудного молока. Да, я слышала, что есть еще миф о том, что необходимо копить молоко перед кормлением. Да, расскажите, пожалуйста, про это. Да, есть такой тоже миф. Это тоже, опять же, незнание механизмов выработки молока. О том, что полная грудь, она медленнее вырабатывает молоко. И когда мама решает подкопить молоко, она делает обратное, то есть напротив, замедляет выработку молока. То есть закон спроса и предложения. Чем больше спрос, тем больше предложений, чем больше ребенок сосет, чем больше мама, скажем, сцеживается и так далее, тем больше будет молока. То есть обратный эффект получается. Когда она всегда пустой, тогда молока будет просто. Да, то есть она грудь любит, когда ей пользуется. Ей пользуется. Да. На значение. Да, ну и последний вопрос. Осталось у нас буквально минуточка. Это влияет ли наличие молока, и то потекает, оно не потекает от, скажем так, мускулатуры грудьи, то есть развитости именно с точки зрения мышцы. Там железистая ткань больше имеет значение. Количество железистой ткани, это конституционально, это, да, но на самом деле даже с небольшим объемом железистой ткани мама может кормить. Даже маленькая грудь, она может производить очень много молока. Да, она просто по-другому это делает. Почему мы говорим, да, что любая форма груди и даже любая форма соска, потому что ребенок сосет не сосок, он сосет грудь. Сосок, он как бы вообще только дырочка, откуда вытекает молоко. Еще есть такой вот как раз миф, да, что раз во время кормления молоко течет, значит слабые соски. Вот это вот часто слышим. На самом деле это значит, что у мамы очень хорошая окситоциновый рефлекс. То есть окситоцин – это гормон любви. Мама просто много любви, и грудь вот старается, отдает это молоко из всей своей любви, из-за всего вот этого своего обожания ребенка. И вот оно вытекает. Это хорошо. Это значит, что мама расслаблена, она любит своего ребенка и хочет его кормить грудью. Да, то есть все сложилось как раз благополучно. Не нужно делать с этого проблему. Да, ну что, на этом нашу программу мы вынуждены закончить. Сегодня мы говорили о грудном вскармливании, о том, как это прекрасно и замечательно, естественно, насколько это младенцу нужно, что это его ожидание, как раз когда он приходит в наш мир. В гостях у нас были специалисты группы материнской поддержки «Белая река», это Наталья Кунева и Ольга Мамаева. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Ждем вас еще с интересными рассказами. До встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.